Продолжается Великий пост. В это время архипастыри посещают приходы епархии, чтобы духовно наставить верующих и соборно помолиться. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил литургию прежде священных даров в Свято-Троицкой Александра-Невской лавре. Об этом в нашем следующем сюжете. Литургия прежде священных даров – одна из самых красивых великопостных служб. Верующие стремятся хотя бы один раз за пост присутствовать на ней и причаститься к святых христовых тайн. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе в проповеди отметил, какое сильное религиозное чувство было у первых христиан, которые говорили о Боге в своих домах, друг с другом в общественных местах. Люди дорожили истиной, боролись за истину, боялись потерять ее, сказал Владыка, призвав петербуржцев и гостей города приходить в храмы и молиться, уподобляясь детям Божиим. Те, кто предпочитают жизнь Богом, это дети Божьи. Они стараются иметь страх Божий. А что такое страх Божий? Страх Божий, когда человек боится нарушить, забыть Божий. А дети тьмы, они ничего не имеют. Как сказано, они живут под водительством князя Векаси. Князи тьмы, мы должны, конечно, по возможности помогать таким людям обретать истину. Но для этого самим нам ходить в истину, быть настоящими православными христианами. И будучи, может быть, не солнцем для окружающего мира, хотя палец грозничку, помогая обретать им, будь Богом. В Александро-Невскую лавру приезжают много паломников из отдаленных городов России и ближнего зарубежья. Присутствие на архиерейской службе для них большое событие. Татьяна Леонидовна приехала из Старого Оскола Белгородской области. Господь милосерден. Я вот в такой день, в такой дали, услышала Его, молилась, радовалась. И надеюсь, что проповедь это поможет всем нам стать добрее и мудрее на этой земле. Сердечность ее пожеланий всем православным христианам вдохновляет. Я так рада, что эти святые стены помогли мне, дали силу помолиться искренне. И попросить за своих родных и близких людей, за всех православных христиан, чтобы Господь дал нам силы, разум, здоровье, молиться, каяться, любить, прощать, быть милосердными на этой земле.